Приветствую вас. Если говорить глобально, то вам это можно сделать через снижение мотивации, снижение заинтересованности в этом. Сейчас вам мешает именно то, что вы слишком заинтересованы, что вы этого хотите, что вы на это нацелены, вы к этому стремитесь, вам это мешает. Отношения, которые вы описываете, не являются чем-то, что происходит сразу, не являются чем-то, что вырастает сразу и сразу же формируется. Отношения, такие, как вы описываете, выстраиваются постепенно, как с вашей, так и со стороны, естественно, партнера. И можно говорить о том, что вы, на мой взгляд, пытаетесь перескочить фазу становления отношений. Конечно, скорее всего, вы с этим не согласитесь, но кое-что в вашем письме на это указывает. А именно, хочу построить отношения с успешным мужчиной и выйти замуж. То есть, вы делаете акцент на, хочу построить отношения, успешным и замуж. Человек в этом, фигура его личности, его личность, на заднем плане, уж точно не на первом месте. Потому что мужчина, вы себе выбираете по успешности, а успешность, это то, что нужно вам. Это то, чего вам не хватает, в общем, вы нуждаетесь. И получается, что желая построить отношения с успешным мужчиной, вы рискуете стать зависимым. Ну, и сами отношения из-за мудиста, тоже продиктованы в вашей потребности, что тоже сделает вас зависимым, несамостоятельным, а значит, подвержены различным психологическим негативным аспектам партнеров. Необходимо, чтобы отношения вы выстраивали, будучи самостоятельным и независимым, тогда вы сможете быть счастливым. По крайней мере, в начале. Я имею ввиду, в начале отношений. Либо, если вы наставите на том, чтобы вы ставите отношения именно с успешным мужчиной и выйти за него замуж, то вам нужно предоставить ему все, что он требует, соглашаясь при этом на отношения по расчету. То есть, вам нужно определиться, какие отношения вы выстраиваете отношения по расчету, когда дашь-надашь, или отношения духовные, когда человека воспринимают просто таким, как он есть. То, что вы описываете, предполагает наличие отсеивания мужчин. Вы отсеиваете каких-то мужчин. Отсеивание мужчин предполагает некую стереотипность, чтобы отсеивать мужчину. В некотором смысле, стереотипность, скорее всего, вас и предусловит. От нее желательно отказаться. Сделать ваше восприятие мира более гибким, более богатым, более полным. Значение замужества тоже необходимо раскрыть. Значение именно для вас. Потому что сейчас вы хотите замужества, не будучи замужем, не имея рядом с собой человека, с которым бы вы могли это самое замужество реализовать. А значит, вы идеализируете замужество, представляете его, что при столкновении с реальными людьми, может повлечь за собой разочарование и негатив. Следующий важный момент, это то, что вы развелись 15 лет назад. Развод был по какой-то причине, и эту причину создали вы вместе со своим мужем. Я сейчас вас не обвиняю, но говорю о том, как все обстоит. Соответственно, развод есть травма, и развод есть следствие определенных паттернов вашего поведения, которые нужно разобрать для того, чтобы исключить негативное влияние этих паттернов на ваше взаимодействие с потенциальным мужчином. Очень важно и то, как вы воспринимаете мужчину. Если вы воспринимаете мужчину только как мужчину, то отношения ваши будут достаточно ограниченными. Что вполне возможно приведет к очередному разводу. Но если вы будете воспринимать себя и мужчину, в первую очередь, как личность и как людей, то ваше взаимодействие будет гораздо более глубже, гораздо более полноценнее, гораздо более эмпатичнее. Что, к сожалению, не подразумевается при выстраивании отношений с успешной мужчиной, потому что человеку изначально выдвигаются некие условия, причем социально обусловленные. Но что я имею в виду под социально обусловленным условием, я сейчас поясню, чтобы не было как-то неточностей. Безусловно, вы можете смотреть на было, какой мужчина грубый или ласковый, нежный или не очень, активный или не очень и так далее. Вы можете смотреть на человека по его ценностям. Например, человек за равноправие в семье, в отношениях между людьми, или человек за некую классовость. В зависимости от того, что вам ближе, вы того человека выбираете. Здесь имеет место быть, скорее, такие вот ваши личные предпочтения. Те люди, с которыми вам хочется, или с которыми вам приятно общаться. Но подобные люди могут быть абсолютно любыми, вне зависимости от того, успешны они социально или нет. И вот социальные условия, которые вы ставите, являются проявлением стереотипического, материалистического взгляда. Очень важно, чтобы вы осознавали это и были готовы принять на себя ответственность за подобное. Ну, за подобный выбор. Вот, примерно в таком ключе я думаю, можно вам ответить на вопрос. В целом разобраться с вашими внутренними противоречиями, выработать модель женского поведения, проверять соответствующий интерес, и я думаю, мужчины себя долго ждать не доставят. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация превращается.